ребят тяжелый вдох ребят всем привет сегодняшний ролик начинается с рассказа о выходе из семидневного запоя не запоя заплыва потому что это когда человек утром просыпается сразу начинает бухать это запой а ты ждал до вечера и то есть это просто такой многодневный такой но это правильно назвать что-нибудь заплыв а что же ты хотел узнать но хотел узнать о твоем состоянии во первых вот после 7 дней как твое состояние но и что бодрее чем после 9 да ну да ну что логично можно предположить месяц назад был выход из 9-дневного заплыва ролик на канале есть сегодня семидневный ну легче может быть по каким причинам еще по причинам того что я вчера не курил и когда не куришь в течение пьянки это похмелье совсем другое бросайте курить на самом деле тоже бросайте да вообще канал который пропагандирует трезвость ну конечно посмотрите на меня вы хотите быть такими же как я ни в коем случае надо быть такими когда я на контрасте просто даже рожа увидите как до сих пор еще и не прошла но настроение конечно самое главное это психологическая тяжесть тебе тяжело психологичу погода сегодня такая здесь сырая мрачная а есть хочется нет не хочется есть совсем не хочется сегодня не ел ничего но что-то уже вам принесли да я заказал пельмени из-за дождя потому что мы не пошли дождь и ветер стихия я вообще конечно никуда бы не пошел но и дэн решил тоже не уже не ходить заказать доставку но я чуть попробую возможно знаешь бульон который он сварится несколько штучек пусть там плавает я большей части бульон поем наверное да вот это конечно по классике надо выходить там на всяких рассолах и на курином бульоне да похмелье супы но это мы уже проходили все а похмеляться не следует да похмеляться не следует во всяком случае мне потому что видимо это не запой и в моем случае не работает выход плавный выход да ну то есть как многие говорят что типа нужно сразу не вы не разбить с плеча не рубить с плеча я не вижу никакой такой особой необходимости в каком-то там распите вина или каких-то мелких доз крепкого алкоголя проблема она даже не физическом состоянии подчеркивалась очень психологически тяжелом состоянии очень плохое настроение вот и вообще с трудом согласился что-то снимать сегодня надо это интересует людей подписчики тоже ради вас да и это вообще на пользу дела вот для тех кто увидит не захочет не захочет вовсе пить никогда и чтобы не выходить но я надеюсь что завтрашний завтрашний день будет для меня уже бодрее но точно таким и будет конечно да вот и я смогу уже полноценно там сегодня самого нечего не ел да ничего не ел активированный уголь до 10 таблеток угля это такое стандартное средство чтобы тошноту заглушить и чай не пил даже и чай не пил просто потому что мне лень его делать его надо вставать что-то там делать у меня вот вода рядом стоит я потихоньку пью мне вода то плохо проходит но воду во всяком случае надо обязательно пить а скажи еще как похмелье вот вчера ты пил только коньяк какое похмелье тяжелее от водки или от коньяка знаешь наверное все таки от водки от водки тяжелее потому нет какой коньяк вчера был хороший коньяк причем что первый что грузинский что армянский был хороший коньяк вот оно не сильно отличается от водочного но вот водочное похмелье оно жестче просто по всем направлениям просто все то же самое только увеличить на несколько делений и получите водочное похмелье а коньячное тем более без сигарета оно в принципе нормально переносилось то есть с той же тошнотой со всеми этими делами но куривать сильнее придаёт усиливает похмелье может быть даже вдвое вдвое поэтому курить в первую очередь бросать в первую очередь да и пить тоже да поэтому давайте сегодня я уже закончу но и в смысле не закончу мы еще сварить пельмени и похаваем и пока без песен и плясок дайте мне спокойно пережить этот день и главное его пережить вот этот день такой самый тяжелый друзья сегодня мы варим пельмени светофор из мяса молодых бычков купленные в магазине вкусвилл которые стоят 320 рублей за полкило там составе есть шпинат есть морковь но светофор потому что они разноцветные после того как пельмени всплыли варим 8 минут и можно хавать друзья вот так выглядят пельмени светофор что-то зеленых и белых больше всего оранжевых на моркови поэкономили или они почти все достались тебе да может быть и все достались нет видите разницу в наших блюдах да а пельмени одни и те же однако у меня это в большей степени суп бульон а у меня мясо как тебе бульон бульончик замечательный перемешку сейчас съем как раз такую мясо молодого бычка ну да ну никак не проверишь ну чё вкуснотища чувствуется молодой бычок не ставить хвост драйону копыта ну как бульон бульон хорошее в принципе мне хватило наверное одного бульона очень вкусные пельмени из вкус вилл стоит отметить что они не такие как из других магазинов тут нет никаких усилителей вкуса и так далее они почти практически домашние как фарш вот так вот пробуешь ощущаешь что действительно все на своем месте то есть допустим из простого магазина покупаешь суперяги кажется что они вкуснее потому что там дохуища усилители вкуса всяких и так далее наносишь бред организму а здесь пользу конечно тоже не то что ну да это такое питание не самое полезное но тем не менее лучше уж поесть таких пельменей но не стоит перехваливать конечно потому что тут тоже периодически и хрящи попадаются и прочее улита вот что ты говорил тогда какие-то вареники будут плохие легчает тебя от хаванины не подходит под этот день слова легчает да не легчает ну нет ну конечно мне было вообще плохо до обеда я должен поесть потом наверное полегчает полегчает обязательно стуль가 что это исследования как Продолжение следует...